Недопущение типичных нарушений антикоррупционного законодательства должностных лиц, органов государственной власти республики и муниципалитетов. Эту тему обозначили на круглом столе в республиканской прокуратуре. В ходе заседания обсудили методы профилактики правонарушений и преступлений, подвели итоги работы противодействия коррупции. Подробные Дарья Тендит. В этом году на 30% возросло количество привлеченных как дисциплинарной, так и административной ответственности как органов государственной власти, так и муниципалитетов. В части нарушения антикоррупционного законодательства, не соблюдение обязанностей, не исполнение ограничений, отметил старший помощник прокурора республики Радмир Баташев. Вопросы противодействия коррупции систематически обсуждаются у нас в формат совершенно разный, начиная от межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции, оперативных совещаний, координационных совещаний. И, безусловно, по результатам данных совещаний принимаются дополнительные меры, направленные на эффективную деятельность правоохранительных органов в данной свете. С информацией о проводимой работе по противодействию коррупции ознакомила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления главы Карачаева-Черкесии по вопросам противодействия коррупции Елизавета Дарохина. В серии противодействия коррупции приоритетными вопросами было осуществление постоянного мониторинга реализации антикоррупционных мероприятий в органах госпласти Корочево-Черкесской республики и органах местного самоуправления республики, а также вопросы предстоящей декларационной кампании 2023 года. На официальном сайте главы правительства создан специальный раздел «Противодействие коррупции», где можно ознакомиться с информацией о деятельности нашего органа. По итогам состоявшегося обсуждения были определены меры, способствующие укреплению взаимодействия с общественностью и повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции, профилактики коррупционных нарушений. Также были даны ответы на поступившие вопросы участников встречи.